Придется перелить, смотрите, чашки распаковали, какие они харизматичные все. Классные, да? Это мы не поймем, то ли девочка, то ли мальчик. Наверное, все-таки девочка. А где еще одна? Вот еще одна. Сейчас мы их помоем. Хотела показать вам голубику, посмотрите, какого она размера. Просто гигантская. Ну, обычно голубика, она какого размера? Ну, вот такого максимума. А тут видите, какие ягоды? Смотрите, разница. Я не знаю. Мы уже такую брали, но давно не было такой большой. Прям шикарная, правда? Огроменная. Не знаю, где она выращена, надо посмотреть. Так, вот упаковка продукта в Перу. В Перу такая голубика огроменная растет. Юра, наконец, решил попробовать вот этот соус, который вот к этой рыбе идет. Вот видите, в блинчик заверну рыбу. Скажи, какой он на вкус? Острый. Острый. А, сладкий? Ой, все, не ешь. Не ешь. У нас тут блины, и посмотрите. Та-дам. Такая маленькая. Кстати, я думаю, может быть, ее отложить во что-нибудь, в какую-нибудь более маленькую мисочку, а все остальное закрыть. Правда ведь? Куда столько сметаны, вот реально? Мы сегодня наконец-то доехали до библиотеки. Это неправда не самая ближайшая, но это та, которая работает сегодня. Дети, ну что, вы готовы посетить новую библиотеку? Вова хочет узнать зарплату библиотекаря. Я думаю, что немного они получают. Смотрите, какая красивая библиотека, да. Ну, она, наверное, отделка, может быть, эта кирпичная. Я думаю, что это... Это только хорошее. Ты хочешь библиотекарем работать? Ну, я думаю, что 18+. Ой, как красиво. Ну-ка, давай посмотрим кирпич состоящий. Слушай, ну, похоже, да. Похоже, да. На настоящий кирпич. О, смотри, написано, сейчас мы теперь работаем в воскресенье, да? Да. Видимо, она до этого тоже не работала в воскресенье. Да, вот это вот возврат книги. Просто подходишь, он сканирует сам и возвращаются книжки. Мы сейчас зарегистрируемся здесь. О, боже, это кто? Хэллоуин уже. Ничего себе, смотрите. Ой, как тут классно. Они хотят сразу воспользоваться поиском. Какие вы молодцы. Я думаю, дети, короче, нашли. Сейчас пойдем на полках искать. Все, нас зарегистрировали. Я выбрала вот такой дизайн карточки. Тянок нашей библиотеке тоже подойдет. А, да, тут несколько библиотек, которые подходят. Ты хочешь такую книжку? Это прикольная книжка, кстати. Мы где-то ее смотрели и читали. Это детская. Да. Вы нашли книжки, которые хотели? Смотрите, как книжки собраны по томам. World Book красиво как стоят. Хорошая библиотека. А вы здесь ничего не нашли, да? Короче, тяжело им найти. Пока еще не ориентируемся здесь. Львовины нашли. А, вот они, зеленые они. Угу. А, хватит на неделю. Ну, можно две взять. Ну, вот я поэтому спрашиваю, да. А можно на две? Можно на две недели взять. Надо посмотреть, насколько можно брать. Возьми, может, парочку. Так, может, и Лешина где-то рядом? Да, скорее всего. Ничего себе. Это он, Леша нашел. Целую огромную серию. Обалдеть. Это все комиксы? Да. Это словарь. Смотрите, какой словарь. Я не знаю, миллион. Нет, это, короче, 2347 страниц, 320 тысяч definition. Во. О, сразу. Леша, давай свои книжки. Аликс, положи свои книжки. Сканируются книжки. Просто вместе сложи одну на другую. И положи туда. Привет. Да, клади, клади. Привет. Надо сканировать. О, смотри, раз, два. Отсканировались. Ну, у них бар-код есть. У них нет, у них там рэп-1, например. Давайте, смотрите. Дэйддью? До 2 октября. 2 октября. Да. Окей. Да. До Хэллоуин. Хорошая балийтека. Поменьше ассортимент, конечно. Там какое-то событие идет. Можете песню послушать? Песню хотите послушать? Песню не хотите послушать. По две книжки взяли. Ребята, рассказываем все по-честному. Купили в Коско манго. Леша сегодня их открыл. Вчера купили, Леша сегодня их открыл. А на них, знаете, такие белые точечки. Ну, похоже, плесень. Но при этом мы же сразу поехали домой. То есть мы не успели его подержать даже нигде без холодильника. В холодильнике было до 15 сентября, типа, срок годности. Вот, и идем возвращать в Коско. Первый раз, по-моему, продукты возвращаем, да? Да. Ну, а что, 12 долларов стоит вот такая штука. Ну, смотри, коробка. Мы вернули манго. У нас даже вообще ничего не спросили, если бы мы сами не показали. Вот. Но мы им сказали, что вы проверьте. Они говорят, ну, выгодит пока первый вернули. Может, люди еще не распаковали. А может быть... Нет, ты знаешь? Или через 5 дней. А, ну, ненадолго оно, в принципе, это манго порезанное. Ты же понимаешь, что оно порезанное, и, короче, его надо как можно быстрее есть. Вот Леша решил, как можно быстрее есть. Но он ни одну штучку не съел. Увидел, и сразу нам папа, мама, что-то тут не то. И мы снова в Volkswagen-центре. Мы не теряем надежды посмотреть. Новый атлас. В прошлый раз мы так и не дождались. Сейлза. Надеюсь, в этот раз нам больше повезет. Вот нам пригнали новый атлас. Вот, видишь, у него это... Фара вот такая длинная. Разумеет. Да-да-да. Это какая? Сел это. Это, кстати говоря, полная, да, комплектация. Колеса мне нравятся. Вот смотри, кстати, как и получается. А-а-а-а-а. Вот смотрите, у них вот такие два сидения, и сзади у них третий ряд еще есть. Красивая. У них, кажется, с обдувом, да, вот это вот? Передняя. А вот эти? А задние, по-моему, нет. Так, да, вон сзади третий ряд сложен. А интересного можно разложить? Посмотреть, сколько багажника останется. Красивый деревянный. Уф, жарко. Ух ты, ничего себе тут. Смотри, Юр, какая панель. Такая дырка. Ну, такой он, симпатичный внутри. Это, конечно, все такое. А он, кстати говоря, знаете почему? Вот это вот коричневое, и сидения тоже такие шоколадного цвета, как вот, как мои ногти. Выглядит красиво, а? Вот, смотри, 51-300. Это уже с destination fee. 51-300? Слушай, это дешевле, чем мы видели до этого. Да, и он, видишь, у него здесь уже вот эти 700 долларов Captain Chairs уже накинуты. Ага. А, за них отдельно, да? Давай посмотрим. За них отдельно. Тут еще должны быть эти... Ну, у него тоже вот этот экранчик уже такой, знаете, никак у нас доисторический. Эта панель классная такая, очень большая. Да. Капитанские сидения классная тема, конечно. Я хочу посмотреть багажник. Смотри, если сложен третий ряд, то посмотрите, какой багажник. Боже, ребята, сюда весь наш кемпинг войдет. Просто, я не знаю. Но ты только от двух людей тогда сможешь взять. Ну да. Ну, Макс когда-нибудь перестанет с нами ездить. Он уже иногда отказывается. Слушай, ну третий ряд прям капец, полноценный. Ну, не то, что полноценный. А ты посмотри, какие сиденья-то. Сейчас я вам покажу. Что мне нравится здесь, в третьем ряде. Ты вот залезь, попробуй туда. Да, да, да. Подожди, здесь должна быть система, которая... Которая что? Нет, ну ты отстегни. Вот так он делает. Вот эту штуку, вот эту отстегни. Она отъезжать должна же еще. Ну, нет, это максимум пока что. Нет, а как ты залазить туда будешь? По-моему, она отъезжает. Нет? Вот так оно. Здесь. А, вот. Вот, да. Вот, смотри, так много места залезть. Ну-ка залезь туда. Вот мне, да. Давай, залазь. Да ничего страшного, залазь. Здесь видишь, что-то мне нравится, что высота вот сидений до пола повыше. Да, и ноги у тебя... У нас она вот такая. Да, да, да. Залезь, пожалуйста, сядь. Сейчас, слышу. Сейчас мы ее разогоним. Ну, да, чуть-чуть, конечно, не прям, не прям, не прям достаточно высоко. Но... О! Ну, и это... У тебя, в принципе, голова не бьется? Ну, нет. Но ты не слишком высокий. Да. Да. Ну, для детей, например, для Леши и Вовы, например, места там вообще достаточно. И вот здесь вот сами сидения, они довольно широкие. Да, удобные здесь сиденья. Удобные. И там внутри что-то, по-моему, тут есть... А, тут случайно на дверях должно быть... Во, вот эта вот штука меня интересует. Подожди, вот, вот это вот. Дети все время жалуются. Ой, а как это работает? Короче, как-то это работает? Да, что? Вот, здесь есть кондиционер. А, сзади кондиционер есть. А, я вон там вижу. Да, вот она. Да, да, класс. И, а, вот здесь две розетки. Странно, что здесь есть розетки. Здесь только с одной стороны розетки. Да, может быть, они где-то есть, просто мы не знаем. Нет, нет, нет. Ну, и было бы видно. Здесь вот капхолдеры. Здесь два Type-C розетки. Ну, по сути дела, здесь шесть мест, да? Она шестиместная. Не семиместная. Да, она шестиместная, да. Но нам зачем семиместная? Ну, нам не надо, да. Я просто к тому, что это... Я думаю, есть ли смысл вот этих капитан-черст для нас, если здесь вот так вот заходишь назад? А, не знаю. Может быть, есть смысл взять... Чтоб семиместная была? Да, с диванчиком. Ну, просто, чтобы, если надо, вот быстрее, как троих сзади перевезти. Ну, да. А, ну, кстати, давай подожди, мы же не это... Да, сколько места? Надо... Надо его еще подвинуть сюда. Мне кажется, я тебя сильно задвинул. Да? Ноги нормально? Не касаются этих сиденья? Ну-ка, дай-ка я сяду, вообще посижу. Удобно на них сидеть. Это просто он как-то не... Да, потому что здесь вот он нормальный. А, вот так? Нет, вот так. Ну, слушай, здесь на них высоко прям сидеть, на этих сиденьях. Капитанское кресло. Да, оно прям как это, как переднее. Удобно, удобно. Что, Юрий, как тебе там живется? Живется. Как-то прям далеко от меня. Нет, это... Конечно, да, здесь пол все-таки повыше, ну, чем там, конечно. Да, да, да. Но пониже, чем у нас на третьем ряду. То есть третий ряд чуть-чуть получше, чем у нашего, но... Мне кажется, он просторнее. Не идеально. Мне кажется, он просторнее, и там сидеть взрослому можно. Просто ты на третьем ряду особо не ездишь. А вот детям удобнее там будет значительно, чем в нашей. Да, конечно. Конечно, вообще, в принципе, просторная прям машина. Очень просторная. Так, вот здесь сидеть прям... Слушай, ну, сидеть очень низко. Может быть, оно регулируется? Здесь, кажется, еще есть... А, слушай, смотри, здесь память сидений на троих. Да, да, да. Круто. Нормально. Здесь тоже есть зарядки всякие. Вот это все будет засрано, потому что это пьяно-глэк. Любые... Залапана. Вот этого, да, тоже. Ну, да. А как ты хотел? Я думал, ты не снимаешь. Лакшери, лакшери. Все будет засрано. Ну, как есть, так и говорим. Как тебе вообще кресло? Похоже на наше? Кресло получше, наверное. Получше? Да. Да, повыше хочется. Зеркальца поменьше. Поменьше зеркальца? Да, кажется. А у него, может быть, какая-то есть проекция, что-нибудь такое, да? Нет, ну, это все видно. А вот здесь, ну, это не зеркало, в смысле есть... Проекция, наверное, на стекло? Да. Сейчас Юра еще поедет на ней. Трансмиссия японская, двигатель мексиканский. В Мексике сделан двигатель. Да, они же наши тоже в Мексике сделаны. А, понятно. Короче, 49% запчастей сделаны в Канаде и в USA, в Штатах. И 33% в Мексике. Вот здесь вот в сторону еще. Да, ну, панорамная крыша, кондер вообще офигачит. Вот здесь есть. А это, наверное, там заряжать телефона можно? Да, здесь вот беспроводная. Да, вот сюда хорошо очки кидать. Потому что у нас некуда так вот кидать очки. А вот ты для чего вот это, я не пойму. Такая дырка там. Для ключа. Ну как, ты должен сюда что-то класть. Да? Да. Сумочку, сумочку. О, это для сумки. Это для сумки место. Да, вот здесь еще есть. Ну, тут понятно. Подлокотник глубокий. Тут сразу есть этот хитч, или как он называется. В общем, куда можно цеплять багажник для этих велосипедов. И можно прицеплять дополнительный какой-нибудь прицеп. Ну что, ребята, мы поехали кататься. Нам дали машину, сказали, езжайте. В других автосервисах мы везде, в смысле в автоцентрах, всегда у тебя и был сопровождающий. А тут зарегистрировали тебя, и все, поехали. Все, мы едем. Куда едем? Домой? Drive safely, говорит. Какая-то карта дурацкая. Это их родная, да? А, вот. Я думаю, где скорость? Скорость прям на... А, мне не видно ее. Она только тебе видна, наверное, да? Нам не видно скорость Юрии. О, и спидлимит показывает сразу. Серьезно? А, который вот здесь, да? На карте? На карте сейчас вот сколько это показывает? Никто, никого показывает. Тоже эта карта какая-то левая. 45 спидлимит показывает, и снизу сколько я сейчас еду. Вообще ничего не видно нам. Нам ничего не видно. Только водители видно. Удержание полосы, вот это, наверное. Есть? О, это я поставил вот здесь. Как бы авто... Автоудержание полосы? Так, вот это круиз-контроль. Так, удержание полосы. Ой, слушай, ты рух держи, наверное. Она просит или не просит? Не просит, пока спит. Пока не просит. Ощущение, как будто мягче, чем наша машина. Она какая-то более... Слушай, классно. Как корабль едет. Классно. Все, берем. Там нам еще одну подогнали, у которой серого цвета, такого же, как наша машина. Это черная, та серая. Но комплектация та же самая. Но мы хотим посмотреть, где там есть, есть ли там капитанские сиденья или нет. На хайвее бы попробую. Я не знаю, когда двухлитровый двиг вжог будет. А, всего два литра, да. А орать? Ну, так он не слышен. Даже тише, чем наш слышен. Ну, где хайвее ближайший? На Алмадене можно попробовать. На Алмадене 50 миль максимум. Да, ну, хотя бы. Ну да, сейчас пока что мы... Сколько едем? 35? Да. Ну, в общем, да. Вот здесь уже все залапано. Как ты и говорил. Потому что все такое глянцевое. Пиано называется. Пиано. Как пианино. Ну да. Но едет хорошо. Плавнее. Пиано-блэк. Пиано-блэк, это когда у тебя такая полированная, как это называется, лакированная поверхность черная. Че? Смотри-ка. Радис разворота. Большая машина, очень маленький радис, да? Очень даже неплохо получилось. Ну, это надо еще уметь разворачиваться. Габариты ты чувствуешь? По габаритам она не сильно больше нашей, да? Слушай, классно, он полусу держит. О, говорит, определил, что скоро 40 теперь и ускорился сам. Класс. Практически Тесла. Ну, в смысле по... Так, интересно. Я поняла. Но сидеть в ней удобно. Вот мне кресла очень удобные. О-о-о-о, Юра включил вентиляцию сидений. В таких машинах с кожаными сидениями, это просто актуальная тема здесь, особенно когда летом ты в шортах или в короткой юбке. А, прикольно. Слушай, у него удержание полосы и круиз-контроль включаются независимо. То есть можно включить удержание полосы, но при этом газом регулировать скорость. Ага. А можно включить круиз-контроль, но не включать удержание полосы. Понятно. Вон хайвэя нету, да? Я думала, вон там хайвэя у нас. А ну это, кстати, Алмаден. Вот можем на него и потом назад. Ну, чтобы понять по скорости, как она... По-моему, вот это на него было лет заезд. Вот здесь не он выезд? А вот Норс. А Саус это Норс. Да, да. Хотя бы... Норс. Куда-нибудь. Ну что, мы едем по экспресс-вэю. Ну-ка давай, Юрий, 45 сделай. А, 50 сделай. А это мы 45-47 едем. Да. Нет, ну видишь, она ускорилась как-то нормально. Да, да, да. Немножко ручит, конечно. Ну, двухлитровый двигатель для такой большой машины, конечно. Ну, он turbo-чардж, наверное. А, может быть, кстати. Нет, у нас тоже turbo-чардж. То есть двигатель как будто наш на Тигуане. Ну, вот здесь он... Не знаю. Не, машина... У меня ощущение, что машина плавнее едет. Да. Чем наша. У нас она такая, какая-то более жесткая, что ли. При этом она не сильно вот такая валкая. А потому что она тяжелая сама по себе. Она же тяжелее, она больше. У нее больше распределенного... Вот эта вот, вот эта валкость больше распределена. Я к тому, что она плавнее едет, но при этом не сильно вот такая... Не укачивает. ...корабль как бы, ну, не знаю. Ну, все равно ты внутри себя чувствуешь как в корабле, потому что там так много места. И мне кажется, далеко до тебя. Мне прям очень далеко. Я так раньше могу руку на коленку положить, а тут не дотянешься. И что мне нравится здесь, в отличие от Volvo XC90, которую мы когда пробовали, тормоза. А, тормозит она лучше. Тормозит лучше, потому что вот тут прям 90 я не мог остановить. Да, было очень страшно. Прям сильная, прям недавяная педаль. Да, здесь чуть-чуть, и она уже тормозит. То есть нормально. Приятная, да, приятная машина. Вот для чего эта дырка. Это точно для сумочки. Я вот положила, и ничего не мешает под руками. Вот здесь у меня обычно под рукой сумка лежит. Мне нравится еще, что вот этот переключатель скоростей. Нету вот этой из дорогой ручки бесполезной. Вообще можно было просто кнопками четырьмя сделать. Вот, ну, здесь небольшой такой рычажок, который вот дергаешь вверх-вниз. И вот парковка. Ага, отдельно. Очень нормально. А вот это что такое? Это ручник? Ручник, да. Как у нас тоже, вверх. Да, да. Вот. А, это что такое? Это ячейка для телефонов. Понятно, я все поняла. И просто было открыто, я думала, какой-то CD проигрыватель, да? Нет, нет, да, мы просто с открытым ехали. Да. Классно. Юра говорит, я открыл дверь, и он отодвинул сиденье назад, чтобы легче было выйти. А мне муж тоже так он сделал. Знаешь, это не топовая комплектация, поэтому здесь руль вот нам наручной. То есть здесь нужно, да, самому регулировать. А в топовый, наверное, он тоже самый тяжелый. Может быть. Ну что, вот эту посмотрим. Вот здесь вот полноценный ряд сидений сзади. Ну, вот. Ну, такой же, как у нас, да. Ну, может быть, только место побольше. Кресло выглядит таким же. Да, кресло сами по себе, как капитанские, просто нет вот этой центральной зоны. И все. А остальное все то же самое. Все то же самое. Только вот эта сидушка здесь, ну, полная. А, это так же стоит, да? Получится серая стоит так же. Здесь, так, здесь, в отличие от того, ну, вот, дырка под прицеп, как бы. Так там тоже же есть дырка. Там тоже, да. Но здесь что-то... Чуть-чуть другие опции, в принципе, то же самое. Это тоже есть EL. Да, 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 комплектация та же самая. Основная комплектация та же самая. Вот, вот этот вот. А, я поняла. Там нет такой. Да, ну, она стоит там сто с чем-то долларов. Это вот одно из отличий. А, кстати, здесь еще вот тут должно быть колесо. Немножко место, да. А там запаска под этим делом. Угу. Ну, да. Ну, сюда аптечка, там что-то, что-то можно положить. А так все то же самое. Ну, вот это вот все такое же. Хич такой же выглядит. Хич такой же. Да, ты видела? Типа, типа две выхлобных трубы таких крутых, красоковые. Там снизу вот так что-то. Это гидфейковые. О, кстати, тут есть кнопка. Да, здесь тоже. У нас нету кнопки. А, кстати, значит, здесь есть брызговики, там нет. Брызговики. Вот. Брызговики. Ну-ка там. Брызговики 232. Да, там нету. Там нету. Да, брызговики 232 доллара. Ну, брызговики, короче говоря, в Калифорнии нужны только иногда зимой. Нет. Не бывает. Я и говорю. Сколько мы подожди ехать? Ну, это в этом году. А так обычно. Да, это вот это вот ручная. То же самое. Все то же самое. Да, да, да. Ну, комплектация основная, это базовая такая. Да, да, да. Надо посмотреть еще. Юра говорит, машина полноприводная, но нет вот этого вот такого. Ну, он есть, но у нас вот не полноприводная, но при этом у нас прям такая горка. Как он называется? Мост. Или что это? Что-то типа да, да. Ну, здесь, смотри, прям даже сюда можно ноги. Да, да, да. Особенно, если кто-нибудь маленький сидит. Да. Вова. Вовчик точно служит. Ну, вот. Так что, я не знаю. Но плечами здесь. Плечами здесь сидение, грубо говоря, не на большого человека. Но здесь есть вот эта вот штука, куда кофе в мосе. Да, зато. Да. У нас такая же штука, как у нас, да. Ну, вот. То есть нам надо решить, нужно ли нам здесь кремния стола таких или как кремния стола таких или как кремния стола. Да, вот это что-то вот так делается. Угу. Это полезная прям штука. Да, от солнца, тем более. Угу. Да, и здесь есть панорамная крыша тоже. Да. Юра проверяет, можно ли менять аккумуляторы, если что. Вроде можно. Аккумулятор такой. Пусто, конечно, под капустом. Пусто, потому что двигатель маленький. Маленький, смотрите. Это дополнительный багажник. Здесь можно жарить. Лотки с едой ставить сюда, чтобы она не остывала. Подогрев. Пока едешь, я готовлюсь. Курочку готовится. Яишенку поджарить можно. Мы просили оценить нашу машину в трейд-ин. Ну, если ее, допустим, отдать и эту взамен купить. В общем, за машину они дают 15,5 тысяч, да? Как трейд-ин. Да, но это мало. Мне кажется, она больше стоит. Мне кажется, да. Надо посмотреть вообще, сколько она стоит. Да, надо посмотреть вообще, хотя бы на Кармаксе. На Кармаксе надо посмотреть, кстати говоря. Мы доехали до Мазды. Вот Юра сейчас поменяет наш Тигуан на вот такую машинку. И все, и короче говоря. Да, и без всяких кемпингов. Какой там третий ряд? Второго даже не надо. Второго даже нет. Мы вот такую приехали смотреть? Вот. Нет. Ну что, да. Как нет? Когда да. Мазда тоже дает покататься на машине без сопровождения. Вот. У них, правда, есть еще такое интересное правило. Если тебе нравится... Ну, страховка, ладно. Если, говорит, тебе понравилась машина, и вы будете ее, ну, рассматривать, то припаркуйтесь возле прям вот входа в салон. А если нет, то верните ее на ее место. Мы на красненькой едем. Короче, вот эта красная, это бензиновая машина. Вот эта машина гибридная. Вот эта, да, гибридная. Бургундия он называется цвет. В общем, это не CX-9, это CX-90. Это более новая модель. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Так. Ну, короче, конечно, она поменьше. Вот здесь вот поуже, чем в Азласе. Третий ряд разложишь, багажника не будет. А, слушай, тут тоже капитанские сидения, да? Капитанские сидения, Юр, тоже. А, смотри, здесь есть этот столик. Здесь есть, да. Столик, я и говорю. Там, кажется, а может, там тоже был, просто он выдвигался откуда-нибудь? Не знаю. Тут как будто бы другие сидения. И тут места поменьше, Юр. Там прям ты садишься, ты прям садишься там, и у тебя места очень много для ног. А вот тут, смотри, я, при том, что не очень высокая, метр шестьдесят четыре, просто. О, а здесь никакой кнопки. Так, где поднимаешь, потому пускаешь до конца и поднимаешь, сколько тебе надо. И нет никакого пьяного. Ну, чуть-чуть. Ну, это хорошо даже. Так, здесь тоже, смотри, есть зарядки, климат-контроль. Да. А сзади есть этот, как его? Зарядки. Не зарядки, а кондиционер. Нет, ну, слушай, вообще, ну, здесь нормально сидеть. Здесь нормально, но... Сильно приглянуто вперед. Ну, наверное, может быть. Вот. Так, можно. Еще на платформе. Он сказал, что это полный фарш. Вот эта машина. А, нет, есть еще, есть еще больше. Шестьдесят одна тысяча, которая стоит. Пятьдесят пять тысяч стоит эта машина. Не полный фарш. Не полный фарш. О, а у него, у него что, типа, типа, на трех, на три места, что ли, третий ряд? Угу, типа. А, да, смотри. Не, ну, это издевательство, конечно. Я хочу посмотреть, как это выглядит там. Сейчас я вам покажу. Сама гляну. Так, давай, во-первых, подожди, ну, есть то, что точно так же должно быть. А, ну, почти, не уезжает вот так. Да, видишь, высота какая. Ну, в общем, третьего человека, ну, кого ты посадишь? Посмотри, у тебя полупопия только поместится. Это для кого, Сидиана? Ну, залазь, давай. Не-не-не, давай, залазь. Ну, в смысле, это для смеха, конечно, третий ряд. Ой, нет, да, это вообще. Слушай, в атласе гораздо... Я тебе и говорила, что атлас, он прям самая большая... По голове так же, вверх так же. Нет, ты знаешь, ты сидишь ниже. А, ну да, так же, да. Ну, точно так же. Только там ты сидишь по-человечески, а здесь... А, ну, смотри, вон зарядка есть. Ну, это да. Да, здесь есть, здесь тоже есть. А вот этих... А, вот, смотри, вот вентиляция. Есть, да? Да, вот он. Кондиционер сзади. То, что это тоже. Нет, ну, если считать так же на двух человек сзади, то два, конечно, здесь поместятся. Ну, тебе ноги очень сильно впритык. Ты вот сядь за тем креслом. За каким? Вот за этим, за которое придвинуто. Нет, я сядю. Нет, ноги, конечно, неудобно, потому что они очень высоко. Да, да, да. Вот. То есть тут такие, да, для детей чисто места. Ну, блин, ну вот реально для кого это место? Вот для кого? Вот туда, это смех. Для маленького ребенка двухлетнего? Да. Размер места. Жопка маленького двухлетнего ребенка. Маленького ребенка. Вот так вот. Ну, понятно. Так, здесь тоже есть эти шторки. Шторки вот так одеваются. В общем, какая-то у меня проблема все время с надеванием шторок. Да. Вот. Окей. Так, ладно, я вылезу. Давай. Цвет, конечно, красивый. Так, что здесь? Здесь тоже всякие кнопочки. Это что такое? Какая-то металлическая штука. Ой, как горячо. Нет, не металлическая, вроде пластиковая. Но очень горячо. Багажник тоже сам закрывается, да? Ну, конечно. Это у всех уже давно думалось просто. У нас просто базовая модель нашей машины. Сейчас мы поедем на ней. Посмотрим, как она едет. Да. Так, здесь есть обдуш? Обдуш попы? Да, да. А, не знаю, сейчас попросим. Давай сейчас переведем ее. Давай. О, боже! Сразу так прям. Такой небольшой. Тоже какой-то такой странный этот бардачок. Почему странный? Ну, вот так вот сломать, мне кажется, его легче. Здесь тоже, да? Оп. А, здесь подстаканники. А, в дизайне тоже там дисплей. Подстаканники, кстати, если не используешь, то хорошо бы их это. Ой, господи, как дует. Можете сделать это? Сейчас, подождите, за часа восемь стоит. Вот так сделаю. А меня тут не будет. Будет только на тебя тут. Вот такой вот экран. А, смотри. Вот, есть тоже, да, вентиляция сидений. Ну-ка. А вот это что такое? Мидрайв. Ну, какой-то спортивный режим, видимо. Так, а где? А, вот зарядка. Телефон туда, да? Здесь нету полочки для сумочки. Очень жаль. И очень маленькие вот эти вот бардачки вот здесь вот. Так, а здесь бардачок как открывается? Здесь бардачок еще меньше, чем в этом, в теплое. Ой, чем в нашем даже меньше. Так. Окей. Так, ну ладно. Сидишь? Руль прикольный. А, смотри, руль тоже, в общем, не электрический. Да. Тут зато есть для очков на одни очки бардачок. Ну, здесь как у всех. Всем привет. Ну, конечно, в ней не так просторно. Места меньше внутри. Сейчас поедем, посмотрим, как она едет. А вот это что такое? Такие какие-то кнопочки тут прямо еще. Куча кнопочек вот здесь. И вот здесь еще. Да, здесь есть камера 360. Тормоз сначала не работает, не работает, а он прикладывается. И теперь 200 километров в час. Бесконечности. А, смотри, он переключил на переднюю камеру. Да. Вот класс, да? Да. Потому что у нас, когда остается задняя камера, я включил драйв, и он... Сюда поехали? А, направо. Направо. А сколько здесь двигатель? Не знаю, но здесь 6 цилиндров. Рядная шестерка. Почувствуйте мощь рядной шестерки. Чувствуете мощь? Сейчас подожди, если что, красный видишь. Давай, тестируем тормоз. Ну, кстати. Ох. Останавливается... Хуже. Тяжелее, чем Atlas. Да. Может быть, ты не привык? Хеддап дисплей просто скорость показывает. Адласси, она показывает так же полосу, держишь, не держишь. Как бы расстояние показывает круиз-контроль твой. Ну, потому что здесь даже нет навигации встроенной. Насколько я поняла. А, все. Вот я включил круиз-контроль, тоже появилась. Да? Грешишь, да, грешишь? Да, грешишь. Что он говорит? Бензина на 50 миль, да? Да. Вон там на экране вижу. Сколько далеко не ехали? Наганинь, говори. На Вольво нам не разрешили поехать одним. А здесь, пожалуйста. Он говорит, вот туда езжайте, сюда можете ехать. Так, ну ревет так же. Он слушает, да, ревет так же. Он ускоряется чуть лучше. Это, он специально тебя спросил, знаешь ли ты эту местность, потому что знал, что здесь нет навигации в машине. Поэтому далеко в вид-карт не уедешь. И тоже не видно, что там тебе показывают. Вот вы видите, что его там показывают? Нет, там показывают сейчас. А как вот этот Вольт-45 видеть? Вот он. Вот он. Только когда прямо смотришь, тогда льви. Рубится. Рулится? По-своему как-то. По-своему как? Рубится мне лучше. Ну, больше нравится. Она по-спортивнее. Ну, потому что, наверное, у нее и двигатель-то помощнее. Ну, нет, поворотов это не зависит. Ну, не знаю, может быть. А ты, кстати, сейчас разворачивался, как тебе угол поворота? Радиус. Радиус? Нормально. Нормально? Немножко, кажется, что не, хотя она поворачивает. Просто руль тяжелее. А, тяжелее. Другой на спортивную настройку. А может быть, там можно это поменять? Вот она сама тормозит. Тише. Тормози, тормози, тормози. Ты че? Она сама не тормозит. Кстати, сейчас тоже обдув, да, сиденье включен? Да, мы же включили. Да, чувствуется. Может быть, он небольшой, но приятно. Но меня в ней укачивает почему-то, я не знаю. Она какая-то более... Более дерганая, что ли. То ли ты на ней таки едешь. А дисплей тебе больше где нравится? Да, нормально. Не знаю. Ну, там вот... Там как-то, мне кажется... Там как-то, мне кажется... Если карта будет, когда нормально ее купишь, то есть будет карта, если айфон будет подключен. Ну, да. А там у тебя сразу была карта, да? Да. Здесь тоже есть встроенная какая-то SD-карта. Ну, да, в общем говоря. Но мне нравится вот здесь вот эта прошивка, мне нравится. Вот эта вот красивость, она. Кожа. Там вот не удержание полосы. Не интуитивная? В общем... Не знаю. Мне вот это, например, вообще не нравится. Вот это вот типа под металл, вот этот, я не знаю, под сетку уходит. Но это просто пластик. Как-то он смотрится... А, ну вот сюда было. Ну, ладно, все, поехали назад. Дешево, что ли. Не, вот это не хуже, чем пьяно плавит. Не хуже, может быть, даже практичнее. Да. Но смотрится оно как-то вот, ну, не знаю. Ожидают, что это металл. Ну, это просто пластик. Сама включает камеру. Только не всегда. Она подумала, что мы остановились. Ну, потому что мы остановились. Да, прикольно. Когда едешь, и препятствие, она включила сама камеру. Даже, ну, ты не включила заднюю скорость. Ага. Дальше. Как она впереди-то выглядит? Так же, наверное. Вот это гибридная машина. Гибридная машина стоит 59,545. Это тоже 24-го года. И еще есть вот эта, по-моему, полная комплектация. Бензиновая машина. Она 61,325 стоит. Тоже 24-го года. Стоит она дороже, чем Атлас. А по ощущениям мне не понравилась. Ну, в смысле, вот именно внутри. И вот этот третий ряд, это просто смех. Он просто для того, чтобы, типа, он был. Я не знаю, кто на нем должен сидеть. Она чуть более экономичная патентинфика. 25 не пишет, там было 21. У Атласа. Майс. Миль над загалом проезжаешь. Да-да-да, я поняла. Это 25 проезжает, а Атлас по 27. У Атлас, мне кажется, и потяжелее. В смешанном цикле. Потяжелее, наверное, да? Да нет, по весу они на тенок. По фичам, по электронике Атлас очень приятный. Все, ну... Все, что есть здесь, да, то же самое. Вентилятор. Ну, вот у этой вот только версии Атласа, которую мы смотрели, нету 360 камер, и из-за этого вот эти всякие вот так вот не срабатывают датчики. Ну, да, при том... Я думаю, что топовая модель есть. Наверное, которая за 61 тысячу. А, да. Мазду. Да, нет, я про Атлас. Про Атлас, наверное, тоже. Атлас, интересно, топовый сколько будет стоить? Мне кажется, до 60. Я думаю, да. Продолжение следует... Продолжение следует...